приветствую всех друзья сразу снимаю видео вдогонку к своему предыдущему видео про вахау марафон я сейчас сижу в поезде который бесплатный поезд который отвезет меня назад в вену и сейчас хочу поговорить на такую тему которую ответить на такой вопрос который может быть у многих возник как они посмотрели предыдущее видео про вахау марафон зачем вообще люди бегают марафон какой там смысл сразу скажу что мой ответ на этот вопрос я не знаю друзья я не знаю зачем друзья делают это странное и сказать честно опасное дело я видел на на трассе каждый раз когда бежишь марафон видишь на трассе людей скажем так тяжелом состоянии людей не мог даже ходить потому что у них ноги полностью сведены с ударами людей сегодня мужичок рядом со мной бежал внезапно побежал в кусты его тошнило сильно каждый раз есть люди которых увозят на скорой помощи в больницу потому что они настолько обессилен или может что-то с ногами случилось или желудком бег марафона это действительно очень сильное напряжение и челлендж так сказать для организма и я бы это обозначил как что марафон это на на границе вообще возможности нормального человека нормального я имею ввиду не спортсмена непрофессионального спортсмена такого обычного человека для профессионального спортсмена это тоже всегда тяжело то есть нет людей которым на марафоне легко всем тяжело но марафон может быть также опасен для жизни для здоровья если человек не достаточно хорошо подготовлен поэтому сразу скажу друзья что я не знаю почему люди вообще занимаются подобными вещами я могу ответить почему именно я бегаю марафон это я знаю это могу ответить понимаете друзья для меня марафон это возможность сделать что-то такое хоть иногда в своей жизни что другие люди не не могут делать или даже то что я сам не мог делать но что для меня я всегда был у меня просто лишний вес в школе и институте и для меня пробежать напомню бегали там кроссы какие-то да то есть сам большой кросс который нам надо было бегать в институте это был три километра это был для меня самый настоящий ужас и просто кошмар значит поэтому видишь да что для меня марафон это возможность сделать то что я раньше никогда не мог и так же делать то что другие не могут делать ну можете назвать меня конечно чисто любимым таким засранцем так оно и есть то есть люди я знаю которые просто тренируются просто бегают но ни в чем не участвуют им это не нужно у них смысл всех тренировок в том что сбросить вес чувствовать себя хорошо есть люди которые наоборот которые стремятся поучаствовать получить какое-то физическое подтверждение своим усилием я отношусь именно такими людьми мне нужно получить на физическое подтверждение даже я не бегал хорошо быстро кое-как я прошел этот марафон тем не менее у меня есть такое чувство что я совершил что-то что-то серьезно потому что видите не знаю может это связано с урбанизацией с этими всеми процессами когда человек чувствует себя букашка ничего не способный изменить и вот такие вот длинные забеги и заплывы заезды на велосипедах они каким-то образом составляют тебя чувствовать себя ну значимым что ли это конечно и фикция как и все нашей жизни любая наша карьера и все наши достижения всего лишь фикция которая испарится после того как мы умрем но по крайней мере на этом этапе жизни именно марафон я выбрал как средство удовлетворения своих потребностей такого рода я был бы очень рад если бы написали почему почему вы занимаетесь тем или иным спортом ну конечно я не могу отрицать то что я вообще я не рассматриваю только ради того чтобы побежать и погордиться перед кем-то медалью естественно бег это мое хобби мне просто нравится бегать но марафон естественно это совсем кое-что другое это тяжело это к этому действительно нужно готовиться значит теперь хочу еще дать парочку советов как именно я психологически готовлюсь к бегу потому что марафон это очень длинная дистанция если вы будете думать о том что вам еще впереди 40 километров или там 38-37 это очень много поэтому я следую совету который я вычитал в одной статье разбивать дистанцию на некий отрез для себя я развиваю дистанцию на 3 даже на 4 части первая часть первые 10 километров назовем их просто разминкой что бежишь разминаешься на 10 километров обычно ты не можешь устать сильно то есть это должно пройти легко и спокойно должен человек просто двигаться за эти 10 километров если хорошо себя чувствовать вторая часть это с 11 по 30 километр назовем его основной работой это 20 километров когда нужно сжать зубы терпеть и бежать ну я для себя делю эти 20 метров также на две части на первую часть вторую по 10 километров потому что 20 метров тоже довольно долго а так ты думаешь вот еще 5 километров вот еще десять еще четыре три первой части психологически это легче потом третья часть это уже третья четвертая все что после этого 30 километра своем это уже финишными стадиями как скажете вы еще ведь 12 километров бежать как ты какой финиш это тоже психологический трюк представьте вы начинаете бежать 31 32 километр для вас психологически вы уже начинаете финишировал то есть вы уже вас уже рождается в грудь это чувство неповторимое которое которое всегда приходит на финише тоже я уделю на две части первые 7 километров то есть 31 по 37 ну и потом 37 по 42 уже первая финишная стадия и 2 но тоже 2 финишная стадия последние 5 километров для меня действительно это уже такой финиш то есть я уже понимаю что уже неважно проковыляю я пройду я пешком проползну на 5 километров я как-нибудь главное до них добраться вообще для меня главное добраться именно до этого этапа после 30 километров а я понимаю что оставшиеся 12 километров как-нибудь на зубах я уже протащусь это не такая гигантская сумма такое гигантское число как 40 30 вот так я психологически готовлюсь к бегу так я разлаживаюсь по дистанции я не знаю понравится вам мой этот совет или нет но для меня это работает я все так делаю просто потому что думать о марафоне в целом это слишком большая сумма которая большое число которое может вас легко демотивировать если вы будете думать что мне еще 37 км вы уже чувствуете что немножко подостали ну вот такой друзья у меня мой подход если кто-то бегает и вас какой-то свой метод поделитесь пожалуйста в комментариях с вами был максим пытающийся столкнуть умные мысли заканчивается у меня уже батарея осталось 15 секунд видео в принципе я уже все сказал что хотел если есть какие то вопросы задавайте я буду отдельно отвечать ехать домой а то никаких сил нету хочется упасть на кровати и лежать всего хорошего